Народный артист, заслуженный деятель РСФСР, композитор, на счету которого сотни произведений. Евгений Попов сумел сохранить около 20 народных песен. Многие из них входят в золотой репертуарный фонд рязанского хора. Другой яркий пример творчества Евгения Попова – цикл авторских сочинений на стихии Сенина. И сегодня, в день открытия памятной доски, на его доме здесь собрались самые близкие люди и коллеги композитора. Александр Ермаков учился с великим мастером в Рязанском музыкальном училище. Брал у него уроки композиции вокального мастерства, владения хором. Они долгие годы общались на творческой основе, делились замечаниями по поводу творчества друг друга. Коллеги композитора говорят, что Евгений Попов обладал высокой эрудированностью, тактичностью, а в плане композиторских возможностей – даром свыше. И создать мелодию, сочинить мелодию практически невозможно. При современной технике, не раз такую задачу ставили самым мощным компьютером, ничего у них не получилось. Почему? Потому что музыка – это божественное искусство, которое открывается не каждому. И вершина этого искусства, конечно, мелодизм. Вот Евгений Григорьевич обладал этим мелодизмом, вот его мелодии, которые звучат. Они будут звучать всегда. Мелодии Евгения Попова звучали и в этот день, во время открытия памятной доски. На протяжении всего мероприятия Рязанский государственный академический русский народный хор напевал всем знакомые мотивы. На этом творческие выступления не закончились. Некоторые из пришедших делились стихами, написанными в честь композитора. И вот она, веская дата. В ней жизни весомое слово. Звучит величавой кантатой о славной дороге Попова. Другие вспоминали, как работал Евгений Попов и благодарили его за проделанный труд. Он собирал голоса по всей Рязанской области и находил удивительные темпы. Я думаю, что Евгений Григорьевич радуется там сверху, что мы с ним и что мы поем его музыку. Открытие памятной доски состоялось на доме номер 37 по улице Горького. Здесь композитор жил с 1979 по 1994 год. Здесь же и сейчас живут его дети, внуки и правнуки на третьем этаже простого дома, со всех сторон окруженного березами. Здесь все осталось, как и было при дедушке. Мы даже обстановку не меняли, оставили, в общем-то, все то же самое, как и было. Мы сохраняем традиции и пианино у нас стоит в том же самом месте, где я стоял при дедушке. Потому что я знаю, что для него это был очень, это дорогой предмет для него. Поэтому дедушка не раз об этом говорил, что пианино для него это что-то очень важное, действительно для него, вот прям что-то необыкновенное. Внучка композитора рассказала, что ее дедушка привел любовь к искусству многим из ее семьи. В том числе и она выбрала гуманитарную направленность по образованию культурологическую. Это все, все от дедушки. Любовь к Есенину, то, что я люблю действительно поэзию, это все от дедушки. Люблю народные песни, это тоже все от дедушки, от бабушки. Потому что бабушка у меня солистка рязанского хора была, они там нашли друг друга. И, в общем-то, песня всегда звучала у нас в квартире, до сих пор звучит, мы поем.